Бывает, что при регулярных нагрузках и, казалось бы, правильном питании мышцы не растут, а наоборот теряют свой объём. Спать необходимо не меньше 8 часов в сутки. Если на отдых приходится недостаточно времени, достигнутые многодневным трудом результаты могут пойти на спад. Происходит это потому, что при недостатке сна увеличивается уровень гормона стресса, вследствие чего нарушается выработка гормона роста. Важно пересмотреть свой распорядок дня, выделить достаточное время на сон и обязательно перед сном выпить успокаивающий чай с мятой и выключить все раздражающие устройства, которые могут помешать полноценному отходу ко сну. Это телевизор, телефон, компьютер. Неправильное питание. Основным компонентом для строительства мышечной ткани является белок. Если мускулатура перестала развиваться, возможно, в вашем рационе просто не хватает белка. Важно понимать, что для роста мышечной массы необходим именно животный белок. Если в рационе присутствует больше растительного белка, следует заменить его на животный белок. Это куриная грудка, мясо индейки, телятина, рыба. На килограмм массы тела необходимо от 1,5 до 1,7 грамма белка. Среднестатистическому человеку. Алкоголь в умеренных количествах в какой-то мере даже полезен. Однако, если его употреблять регулярным и частым способом, итог может быть неутешительным. Помимо того, что это большая опасность для мозга и печени. Частое употребление алкоголя может свести на нет все усилия и достижения. Расщепляя алкоголь, организм начнет тратить антиоксиданты, которые и способствуют росту мышечной массы. Лучше, конечно, совсем отказаться от спиртного. Но, если это невозможно для вас, надо стараться ограничить его употребление не чаще одного раза в неделю. И во время таких возлияний надо пить побольше воды. Вода будет способствовать выводу алкоголя из организма. Самочувствие на следующий день будет значительно лучше. И уровень антиоксидантов существенно не пострадает. Аэробная или кардионагрузка работает в первую очередь на сжигание калорий и снижение веса. Если целью тренировки является увеличение мышечной массы, а не похудение, увлекаться бегом и прыжками через скакалку не стоит. Иначе те калории, которые необходимы вам для роста мускулатуры, организм будет сжигать как лишние. В этом случае аэробные нагрузки следует применять в качестве разминки или как самостоятельную тренировку. Перетренированность. Давай организму нагрузку большую. Чем это необходимо, а хорошего результата не принесет. Складывается ошибочное мнение, что чем больше тренировок, тем выше результат. Важно понять, что в процессе тренировки мышцы только получают нагрузку. Растут они как раз после тренировки. Поэтому отдых от тренировок просто необходим, хотя бы дважды в неделю. Недостаток углеводов. В рекомендациях по правильному питанию говорится о том, что надо сократить потребление углеводов. Это не значит, что от них совсем надо отказаться. Недостаток углеводов может привести к снижению количества гликогена, который тем самым помогает мышцам противостоять нагрузкам. Отсюда появляется повышенная утомляемость, влияющая на качество тренировки. Следует исключить из рациона только быстрые углеводы. Они для роста мышц не нужны. А вот сложные углеводы необходимо употреблять ежедневно. Большая ошибка при работе над своим телом забывать о воде. При недостаточном потреблении жидкости нарушается процесс пищеварения, что мешает питательным веществам нормально усваиваться в организме. Следовательно, и мышцы хорошо развиваться не будут. Воду необходимо пить в течение дня небольшими порциями. А чтобы правильно рассчитать оптимальную ежедневную норму воды, существует простая формула. Масса тела делится на 30. Например, при весе 90 кг нужно выпивать не менее 3 литров воды в день. Важно периодически вносить изменения в вашу тренировочную программу. Также менять время тренировок. В случае длительного применения одной и той же программы, организм быстро привыкает к нагрузкам. И динамика роста мышц может замедлиться или совсем остановиться. В случаях отсутствия прогресса в процессе тренировок рекомендуется ввести в программу новые упражнения. По мнению специалистов, программу тренировок следует менять через 1,5-2 месяца для того, чтобы прогрессировать. Состояние стресса достичь желаемых результатов практически нереально. В таком состоянии часто наблюдается повышенный аппетит и, как следствие, повышение уровня жира в организме. Многие пытаются бороться со стрессом с помощью алкоголя. Все это только усугубляет проблему и отделяет от мечты иметь красивое мускулистое тело. Для борьбы со стрессом существует множество способов. Хорошо помогают занятия медитацией, пешие прогулки, йога. Самое главное не замыкаться в себе, не заедать стресс и не запивать его алкоголем. Чтобы добиться результатов и получить красивую мускулистую фигуру, а не тратить зря свое время в тренажерном зале. Продолжение следует...